Добрый день дорогие мои друзья! Сегодня по вашим просьбам я хочу рассказать о том, как я открывала свое ателье. Было это достаточно давно. Я работала в то время в институте на кафедре дизайн костюма. Вела конструирование, моделирование, выполнение материали, наколку, муляжный способ кроя. И была, в общем-то, всем довольна. Но пришло такое время, что я приняла решение открыть свое ателье. Где брать людей, где брать средства, где брать помещения. Что я сделала тогда? Я набрала группу, 10 человек она у меня была. Два с половиной месяца я с ними занималась, снимала помещение в школе, где внук учился в то время. И потом, это было в сентябре-октябре месяце, в ноябре, Из 10 человек, 8 человек решили поработать со мной, вот в этом моем новеньком ателье. В конце ноября, примерно, я сняла комнату, достаточно большую, метров 25, в центре нашего города Челябинска. И перевезла туда все-все-все оборудование, которое было у меня на тот момент дома. Конечно, это был самодельный раскроенный стол, это была моя промышленная машинка, это была одна моя машинка бытовая, это был мой утюг бытовой, это была обыкновенная моя гладильная доска. Вот и все, что у меня было на тот момент. То есть я начала с того, что было, с того я и начала. Без всяких капитальных вложений, без всяких долгов, безо всяких кредитов. Ну, конечно, к этому времени немножечко я поднакопила денежек, как могла, и я купила, помню тогда, первый парогенератор Сильвер. Для того, чтобы вещи наши были хорошими, утюжка играет огромную роль. И хорошая утюжка – это залог успеха в любом-любом нашем изделии. И поэтому я залезла немножечко в долг, и в кредит купила вот этот парогенератор, помню, Сильвер. Итак, мы с девочками начали работать. Я их разделила на две половинки. Четыре человека работало в одну смену, четыре человека работало в другую смену. Смены у меня были по 12 часов. Но, естественно, я работала каждый день, потому что одни сменяли других, девочки работали два через два, а я работала каждый день. Также на базе своего ателье я открыла еще и школу, кройки и шитья. Я дала объявления и вот так потихонечку начала работать. Сказать, что мне было трудно – это ничего не сказать. Немножечко спасло ситуацию то, что близился Новый год, и мимо проходящие люди заглядывали к нам в ателье и заказывали какие-то себе новогодние там наряды. Потом я давала множество рекламы, где только могла. И визитки, и какие-то листовки, и в каких-то журналах. Конечно, была большая трата на все это. Но, как говорится, что было, то было. И деваться, собственно говоря, мне было некуда. Потом я договорилась с одним из магазинчиков тканей. Они мне стали на реализацию давать какие-то ткани. Я свое ателье обеспечила вот этими тканями. И помню, где-то в январе, когда заказов не было совсем, конечно, мне было очень тяжело, отчаяние какое-то даже было. Но все равно мы это все пережили. За аренду комнаты надо было платить. Зарплата у девочек была сдельная. Они получали половину от стоимости заказа у меня. И в то же время они продолжали накапливать свой опыт. У них была практика. То есть наше обучение как бы продолжалось. Они учились. И то, что зарплата у них была пока невысокая, из-за того, что заказов было очень мало. Их это вполне, видимо, устраивало. Потому что два дня они работали в ателье и учились. А другие два дня они могли посвятить своей семье, своим детям или тому же самому возможности той же самой заработка, когда у них есть свои родные, близкие, знакомые. И они уже могут там шить им что-то приличное. И как-то тоже немножечко на этом подработать. Вот так вот мы начинали. Но худо-бедно, время шло. И потихонечку у нас стала формироваться своя клиентура. Было это примерно, наверное, с полгода. Прошло полгода. И уже где-то в мае месяце я подобрала себе двухкомнатную квартиру в аренду. То есть я съехала отсюда, и мы переехали в двухкомнатную квартиру, сняли ее в аренду и уже работали там. Там было места побольше. Там было все те же восемь человек у меня. Стала искать я еще и разные другие заказы. Бралась за любую работу. Честно сказать, работая по пословице, курочка по зернышку клюет. Я ни от какой работы не отказывалась. Что мне предлагалось, чего я находила, выпрашивала. Да, своих знакомых говорила, не надо ли вам какую-то форму сшить. Там в ресторан форму или там медицинскую одежду, помню, мы сшили. Было несколько медицинских заказов у меня. Они были настолько дешевые. Хотя всем хотелось идеальной посадки. И я работала, краила индивидуально на каждого. Не пользовалась никакими лекалами, как вы знаете, никогда. И ездила на примерки. Но стоимость этих заказов была так, как будто они заказали массовку на какой-нибудь фабрике. Доходило дело до смешного. Пуговочки пришивать, которых было много на медицинской одежде, мне помогал мой школьник, тогда еще внук. Приходил и пришивал просто пуговочки. Сидел и помогал бабушке своей. Вот так вот мы потихоньку жили. Но как бы там ни было, жизнь продолжалась. Заказы у нас были, появлялись. Было одно время, я сотрудничала с магазином одежды для полных. То есть одежда для полных, это всегда какой-то определенный дефицит. То есть она, конечно, есть, но она достаточно такая, сами знаете, какая. Мешковатая, безразмерная, широковатая. А я умела делать выкройки на, в общем-то, на полную фигурку. Знала их все размеры прекрасно. И они хорошо у меня садились, потому что я выдерживала и баланс, и перегибистую осанку, и все-все-все остальное. Стала я к тому времени ездить уже в Москву. Нашла там магазин ткани в рекламке из журнала Ателье. Почитала, почитала рекламу. Тогда было очень много. Каким-то удивительным образом, мне кажется до сих пор, что я выбрала самые лучшие ткани. Ткани Тесла, они сейчас тогда были на Тульской, сейчас находятся на Варшавке. И второй у них филиал находится на огородном проезде 6. До сих пор я к ним езжу, мы с ними сотрудничаем. И, в общем-то, я в них не разочарована. Почему? Потому что та низкая цена, которая там есть, это оптовые цены все. Она, собственно говоря, соответствует тому качеству, которое они предлагают. Да, сегодня с тканями какие-то проблемы есть, потому что стало очень много смешанных тканей. Непонятно, как к ним подступиться, когда ты их утюжишь. Но, тем не менее, все, в общем-то, хорошо. Привозила эти ткани, покупала, привозила, ездила на поезде. Туда еще помню. Привозила, и из этих тканей я шила, как так называемую массовку. Ну, что это была за массовка? 10 блузок, 10 платьев, 10 юбок, 10 брючек каких-то. Ну, и тем не менее, цены тоже были очень смешные. И не скажу, что мои отношения с хозяйкой этого магазинчика складывались хорошо. Потому что она могла, например, блузочку у нас купить за 400 рублей, а продавать ее за 1200. Но в эти 400 рублей входила и ткань, и мои все затраты, и зарплата моих девочек. И помню, что тогда я иногда оставлялась, хорошо, что не в минусе оставалась, но хотя бы по нулям. И это тоже меня радовало, потому что жизнь продолжалась. Я знала, что это все идет во благо. Это мой опыт, который меня чему-то учит. Ну, и то, что она не очень уважала нас, не дорожила, не ценила тем, что имела. Хотя перед этим она сотрудничала с другими отелье, и от них отказалась, и пришла все-таки к нам. Она говорила так, я рассказываю вам правду. Шить каждый дураку сумеет. Вы попробуйте это все продать. Ну, и, конечно, отчасти это нас, конечно, обижало. Но отчасти это ведь было правдой, потому что продать это действительно целое искусство. Я уважаю тех, кто умеет это делать. Я до сих пор сама этому учусь. Не скажу, что я преуспела в этом вопросе. Я вот умею выкройки хорошо делать. Я умею платьишки хорошо шить. Вам умею про это хорошо рассказывать. И продать себя я действительно до сих пор так, как мне бы этого хотелось, так и не научилась. Ну, возвращаемся к нашему отелье. Так вот, я хватала заказа отовсюду. Приходили люди с улицы. Приходили, были массовые какие-то вот небольшие такие вот партии массовочек. Привозила я тогда трикотаж. Привозила купонные ткани. В то время еще в Челябинске этого не было. И, в общем-то, за счет качества ткани, качества достаточно хорошего пошива, дело у нас шло, надо сказать, неплохо. Потом, что еще очень важно. Ну, я продолжала вести, конечно, свою школу. И вечерами два-три раза в неделю у меня работала вот эта вот еще школа у меня. Это тоже приносило свой доход. Что сказать по доходам? По доходам было так, что то, что мы зарабатывали в отелье, а девочки у меня, надо сказать, сами краили и сами отшивали свои вещи, просто я раздавала, принимала заказы, раздавала заказы каждому по очереди и они доводили эту вещь до конца. Та система, к которой я, собственно говоря, привыкла, это система советского отелье, когда у нас была бригада, когда каждый выполнял свою операцию, была бригадир, была машинистка, была ручница, была утюжительница, спецмашина, девочка операцию одна вела. То есть мы одну вещь прогоняли через восемь человек, ну и я девятая. Здесь было не так уже. И производительность труда у нас в отелье, она, конечно, была по сравнению с советским отелье достаточно низкая. Сейчас я не знаю, где сохранилась вот такая вот такой подход пооперационной. В основном все разделяют, когда я уже в Москве работала, видела, что все работают так, как я работала там у себя в отелье. То есть отдают вещи мастеру в одни руки и мастер от начала до конца отшивает эту вещь. Ну что ж, что есть, то есть. Не скажу, что меня это очень радует сегодня, потому что, собственно говоря, производительность от этого сильно снижается. Ну, как есть, так есть. Хочется, конечно, чтобы производительность была повыше, чтобы люди зарабатывали побольше, потому что все платят проценты. И вы сами понимаете, что удержать даже работника в отелье нужно, собственно говоря, хорошей зарплатой, хорошей загрузкой, хорошей зарплатой. Что сказать еще про оборудование? Как только у меня появлялись какие-то денежки, я старалась вложить их в оборудование. То есть чуть-чуть-чуть-чуть накоплю, желая сама на то, что меня школа, значит, прокормила. А все остальное я вкладывала в развитие своего отелье. Я покупала ткани, я покупала оборудование. Конечно, зачастую это оборудование я покупала всегда в кредит или с рассрочкой с какой-то. Помнится, купила еще итальянскую утюжильную систему вместе с доской, утюгом и с доской, которая отсасывает этот воздух. Но надо сказать, что это тоже не всегда оправдывается, потому что девочки мои поработали, поработали с этой итальянской системой и снова вернулись к нашему парогенератору турецкому с маркой Сильвер. То есть он оказался более таким надежным и более как бы прочным. Что еще? Вот в этой двухкомнатной квартирке мы прожили, по-моему, год. И года через полтора после того, как я открыла свое отелье, я поняла, что как только мы стали какие-то денежки немножко зарабатывать, я поняла, что я не могу снимать это отелье, платить деньги за аренду какому-то дяде, ну впустую фактически, да, и я каким-то чудом и каким-то образом ухитрилась взять ипотеку. Надо сказать, что я купила в ипотеку на вторичном рынке трехкомнатную квартиру на первом этаже, уже в своем Ленинском районе, это было не очень далеко от центра, но достаточно такое вот удобное место, было около железнодорожного вокзала, проходимость была, не сказать, что очень хорошая, но тем не менее. И с огромной радостью мы переехали вот в это вот отелье. Я его немножко отремонтировала, естественно, сломала там кое-какие перегородки, что-то там объединила и, собственно говоря, сделала достаточно скромное, но уютное вот такое вот помещение, где уже у меня был большой зал, хорошая была оборудована примерочная, закройный стол стоял, место, где я принимала заказы, и компьютер мой стоял, и две большие комнаты были как бы для цеха, для девочек, одна и вторая. И нам там было, собственно говоря, очень хорошо. Ну, долги, кредиты, понятно, это все, но ведь я же думаю о будущем, это же все в развитии, складываешь, 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 вот это все время вкладывала в развитие своего отелье. Так, что еще сказать? Ну, отелье и школа при этом все время, конечно, у меня вот эта школа меня поддерживала. Что еще сказать? И, наверное, к нам приходили из других отелье, то есть, помню, даже были такие случаи, что другие отелье, мужские брюки, например, мы были универсалами, надо сказать, то есть мы краили и шили абсолютно все. Я никогда не говорила слова «нет», у меня вообще этого нет в характере. И когда порог переступали люди, я всегда говорила, какой бы, с какой бы просьбой они не пришли, я всегда говорила «да», даже если у нас не было опыта, значит, это был повод для того, чтобы этот опыт получить, научиться, разобраться и сделать это добротно, качественно, чтобы наш клиент оказался довольным. Вот, было даже, помню, такое, мужские брюки, нестандартная фигура, мама привела 30-летнего сына, ну, такого инвалида, да, у него была особенная такая фигурка, говорит, «Меня из другого отелье послали к вам в отелье «Галина», оно называлось у меня «Галина» по моему имени, чтобы, говорит, вы сшили нам брючки. Мы сшили ему одни брючки, они тут же заказали вторые брючки и остались, конечно, очень-очень довольны. Что еще сказать про отелье? Если вы думаете о том, как его открыть и как выжить, не оказавшись в каких-то долгах, безо всяких первоначальных сносов, вот, посмотрите, я начала с нуля, ни копейки я не взяла в кредит. Да, мне было трудно, но это лучше. Это лучше, чем брать какие-то кредиты, отдавать эти кредиты, нести текущие расходы, тогда это вообще беспросветная ситуация, мне кажется. Начинайте с того, что если у вас есть такая мысль, начинайте с того, что у вас есть дома. Ведь на чем-то вы шьете, если вы любите это все, если вы знаете эту работу. Ищите себе партнеров, ищите себе швей, конечно. Не можете найти, кто-то у кого-то есть большое желание, пожалуйста, учите их сами. А где мы их еще возьмем? Сейчас это очень большая проблема. У меня, например, приходили девочки из института и совершенно не умели кроить. С дипломами, с образованием, со всем. Приходилось их учить всему заново. И приходила девочка-соседка, которая сидела дома в декрете с ребятишками, женщина. И Оля. И она шила лучше их. Да, она не кроила, но у нее были ручки золотые, у нее не было никакого специального образования. Она просто любила это дело. Это было ее увлечение, это было ее хобби. И она приходила и с удовольствием подрабатывала у нас в ателье. Какую-то работу на дом иногда брала. И от нее было очень много проку. Очень много проку. У меня не сложилось так, чтобы ко мне приходили профессионалы. Была одна профессионал, помню, Скорняк, женщина. Я встретилась как-то с ней, пригласила в ателье, она у меня работала. А в основном у меня были такие же люди, как любители шить, любители. И я их учила, потому что они хотели, это были мои ученики. Не скрою, конечно, кто-то научивался и уходил от меня, потому что хотелось заниматься своим делом. Вот. У вас возникнет вопрос, почему я перестала вести вот это свое ателье. Перестала я свое ателье вести, собственно говоря, по семейным обстоятельствам. Потому что случилось так, что дочка у меня была в Москве уже на тот момент, и очередной кризис обрушился на нашу многострадальную бедную страну. Она работала тогда в какой-то фирме, бухгалтером главным, и эта фирма зашаталась и сказали, что мы будем закрываться. Она говорит, мамочка, если нас закроют, а у нас уже была куплена у нее квартирка в ипотеку, то в августе за квартиру платить будет нечем. Ну, что могла сделать мамочка любящая, да? Конечно, я сказала, Аленка, я к тебе приеду в Москву, и вместе мы с тобой что-нибудь придумаем. И вот так возникло, собственно говоря, решение оставить здесь все, перебраться к дочке в Москву, чтобы там открыть уже свою школу, кройки и шитья, набирать также группы, набирать себе учеников, зарабатывать на этом, потому что разница в ценах была приличная. Челябинск и Москва – это были две большие разницы. И я говорю, вдвоем мы с тобой точно не пропадем. Судьба распорядилась так, что я в Москву 23 августа приехала, но дочка моя обошлась без моей помощи абсолютно, потому что она параллельно нашла себе другую работу и устроилась на нее, и работала аудитором. А эту фирму ее оставили закрывать еще на полгода. Она получала эти полгода две зарплаты и сумела даже рассчитаться за какую-то, за свою ипотеку вперед. Но не последовать, не до конца, конечно, но она ее достаточно много погасила. Так вот, так я оказалась, мои хорошие, в Москве. Девочки мои остались работать в ателье. У меня была лидер из этих девочек, Лена ее звали. Она подхватила мое знамя, так сказать. Она прекрасно кроила на тот момент. И она стала вести школу кройки и шитья. То есть в Челябинске у меня и сохранилась вот эта школа. Она и до сих пор этим занимается. Но судьба этого ателье, ну не знаю, как сложилось. Да, оно живое, но 8 человек больше там не работает. Там работает Лена, там работает с ней. Еще, по-моему, 1-2 человека максимум. Ну и, собственно говоря, все. Но это уже другая история. А вывод мой такой и совет мой такой. Мои дорогие, если вы решили открывать свое ателье, вы должны быть прекрасным, уверенным в себе профессионалом. И прежде всего, профессионалом в крое. Потому что от того, насколько хорошо у вас пройдет первая примерка, будет зависеть то, как хорошо вы сошьете свое изделие дальше. Потому что, если вы первую примерку проводите качественно, добротно, она у вас должна быть одна. Редко появляется вторая примерочка, только уже на выходе и посмотреть чуть-чуть. Но ни в коем случае не по 10, по 8 штук нельзя гонять клиента. То есть, чтобы открыть свое ателье, нужно быть уверенным в себе, высококачественным профессионалом своего дела. Прежде всего, закройщиком. Конечно же, художником. Или нанимать художника, что дорого. Понимаете, платить ему при этом зарплату. Я пошла, например, учиться в свое время языку одежды. Я сама работала художником. Потому что я придумывала людям эти платья. И эти платья должны были их украшать. Важно было и цветовое решение правильное подбирать. Важно было пропорции правильно определять. Ну и все остальное. И психолог, вы и художник, дизайнер. Вы и психолог, вы и закройщик, вы конструктор. Вы и технолог. Потому что девочек портных тоже надо научить, показать иногда, как нужно шить правильно. Не все это знают. То есть, я бы посоветовала следующее. На первых ваших шагах повезет вам встретить профессионала. Или не повезет вам встретить профессионала. Пожалуйста, будьте сами профессионалами. Рассчитывайте только на себя. Рассчитывайте только на свои силы. Если вы все правильно, если вы рассчитываете на свои силы, у вас никогда не будет разочарования. Потянете вы это все, то вперед. Не потянете, несколько раз подумайте. Потому что, чтобы выжить сегодня в нашем ателье, это надо просто очень сильно любить свое дело. Ну и что еще в ателье сегодня хорошо и будет хорошо всегда? Это так называемые переделки. То есть, может быть, вам не придут заказать платье, да, но вам всегда принесут укоротить брючки. Укоротить брючки, укоротить что-то, что-то ушить, что-то подделать. То есть, так называемые ремонты, так называемые переделки. Это будет вне времени. Это востребовано было раньше, востребовано сегодня и будет востребовано сейчас. Может быть на первых порах я бы вам посоветовала открыть свою какую-то небольшую точку в каком-нибудь торговом центре, где будет высокая проходимость и начинать все-таки вот с этих ремонтов. И вы сами не заметите, как постепенно к вам будут приходить люди, особенно с нестандартной фигурой и будут вас просить шить вам платье, потому что готовые они купить не могут. И вот тут-то вы проявите себя, свое творчество в полной мере и свой профессионализм и свое желание у вас воплотиться в жизнь. Но для того, чтобы это все получилось добротно, хорошо и качественно, вы все-таки должны учиться. Вот я для того веду этот канал, я для того открываю свои видеошколы, предлагаю вам свои, снимаю свои тематические видеокурсы. Один из них, кстати, называется «Шьем ваше плечевое изделие». Если вы всерьез задумались, в этом курсе я всегда рассказываю, как работало раньше ателье, какие операции проходит одно и то же изделие, обязательно, независимо от ассортимента. 12 операций. Посмотрите его, купите его на сайте, у меня он есть. Шьем ваше плечевое изделие. Вы будете хотя бы понимать вот эту технологическую цепочку и отойдете от каких-то стереотипов, от каких-то неправильных понятий, чтобы вам было легче, чтобы вам было работать, чтобы вы работали добротно и качественно. Значит, идея моя, идея в том, что взяться за это дело не только можно, но и нужно, если душа просит, но надо быть хорошим специалистом. Поэтому учитесь, учитесь, учитесь и еще раз учитесь. Ну, на этом, пожалуй, я могу расстаться, могла бы расстаться с вами. Длинное сегодня у нас получилось видео. Ну, что делать? Истории жизни всегда ваша Галина Коломейко. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, спрашивайте о чем-то. Я всегда с радостью буду вам помогать. До новых встреч!